Всем привет! В эфире программа «Всё лучшее детям» и я её ведущая Дарья Козина, мама двухлетнего непоседы. Молодые и даже опытные родители ежедневно сталкиваются с множеством проблем и вопросов, как вылечить, чем кормить, во что одеть, как воспитать, чем развлечь и при этом не сойти с ума. В нашей передаче вы найдёте лайфхаки, ответы на вопросы от специалистов в разных сферах и актуальные новости для всей семьи. Декретный отпуск в России считают одним из самых продолжительных и гуманных в мире. Но только мамы знают, что к радостям материнства часто добавляются и опасения. За время декрета я потеряю квалификацию, не смогу найти работу, не хочется выходить на прежнее место. Можно посмотреть на ситуацию с другой стороны и активнее использовать время дома, чтобы освоить новую профессию и прокачать свои навыки. Все женщины в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет и не работающие матери дошкольников могут бесплатно обучиться новой профессии, найти работу или начать собственное дело. Это возможно благодаря программе «Работа в России», которая реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Бесплатное обучение в ведущих образовательных учреждениях страны теперь не несбыточная мечта, а реальная возможность. Воспользоваться ей саровчане смогут, приняв участие в федеральном проекте «Содействие занятости национального проекта «Демография». Горожанам доступно 585 образовательных программ по региону и более 40 тысяч по всей стране. Подать заявку на обучение в рамках проекта «Демография» могут следующие категории граждан. Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, то есть от 0 до 7 лет включительно, безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости. Также на обучение могут претендовать работники, которые находятся под риском увольнения. Более точную информацию о категориях граждан можно узнать в Центре занятости. Заявку на обучение необходимо подать через единую цифровую платформу «Работа в России». Затем в течение трёх дней гражданин должен предоставить в Центр занятости все необходимые документы для подтверждения своей категории. Рассмотрение и принятие решения по заявке может составлять до 7 рабочих дней. После одобрения заявки в течение 10 календарных дней гражданин будет зачислен в группу обучения. Всю информацию о статусе поданной заявки можно просматривать в личном кабинете в разделе «Моё обучение». Место и формат обучения очный или дистанционный также можно выбирать при подаче заявки. Дрительность обучения зависит от выбранной программы от трёх недель до трёх месяцев. По окончанию учёбы выдают документы о квалификации. Принять участие в проекте можно только один раз. Координируют программу три федеральных оператора. Российская академия народного хозяйства и государственные службы при президенте РФ. Томский государственный университет, агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Россия. Также немаловажный фактор. Надо именно при выборе направления обучения понимать востребованность данной профессии. Вот в этом наши специалисты оказывают услугу. Как при выборе, так и при подаче заявки. У нас на нашей территории действуют два, так сказать, гостевых компьютера, потому что технически не у всех людей возможность подать эти заявки из дома. Поэтому здесь специалисты могут оказать помощь. Более подробную информацию об обучении можно получить по телефону 9-84-58. Молодежный центр проводит ежегодный городской конкурс в преддверии Дня матери. Его цель – напомнить о ценности семьи и подчеркнуть важность роли мамы в воспитании ребенка. Беременность – один из самых ответственных и волнительных периодов в жизни женщины. Будущие мамы стараются запечатлеть каждый день ожидания малыша. Молодежный центр предлагает сыровчанкам поделиться счастливыми моментами и принять участие в ежегодном городском фотоконкурсе «Красота в положении». Его цель – напомнить о ценности семьи и подчеркнуть важность роли мамы в воспитании ребенка. В молодежном центре сейчас проходит фотоконкурс «Красота в положении». Предлагается прислать фотоматериалы по трем номинациями – «Счастье внутри», «Ожидаем вместе» и «Дыхание ангела». Присылать нужно на электронную почту молодежного центра, указанную в положении. Награждение пройдет 25 ноября на концерте, посвященном Дню матери. Также в октябре стартовал городской конкурс «Россия, Родина, Единство». В номинации «Русское слово» участникам в возрасте от 14 до 35 лет необходимо выразительно прочитать на камеру стихотворение или отрывок из произведений отечественных писателей о России. А в номинации «Пою тебе, страна родная» исполнить патриотическую песню. Еще три номинации конкурса посвящены семейному досугу. Это традиция «Петь вместе», семейное прочтение и «Горжусь своей большой и малой родиной». В последней номинации нужно выбрать совместную фотографию или патриотический рисунок. Все материалы конкурса необходимо опубликовать в социальной сети во Вконтакте с хэштегами конкурса. На фотоконкурс «Красота в положении» уже есть пять участников. Безусловно, участвуют очень активно и работы присылают очень творческие. В особенности по России «Родине единства». Там огромный вклад есть такой участников. Это творческое видение своей работы. Вот как раз это и будет залогом победы. Работы по фотоконкурсу «Красота в положении» принимают до 19 ноября. Дополнительную информацию можно получить по номеру 99108. Первые три года жизни – самый важный период жизни любого малыша. Именно в этом возрасте формируются будущие основы речи, характера, здоровья, мышления и разные навыки ребенка. Необходимо разговаривать, постоянно рассказывать ему что-либо, показывать картинки, читать и играть. Ребенку все интересно. Он впитывает в себя всю доступную информацию, как губка. Мы подготовили небольшую подборку игрушек и занятий, которые обязательно заинтересуют ребенка и помогут родителям в его развитии. Кукла-перчатка – отлично подойдет для ролевой игры. С ее помощью можно познакомить малыша с животными, частями тела и простейшими словами. Деревянные пазлы-половинки – головоломка поможет развить элементарное пространственное представление. Ортоковрики и кочки – подойдут для двигательного развития крупной моторики, изучения направления движения. Матрешка – поможет в изучении размеров. Массажные мячики и колечки – помогут в развитии мелкой моторики, отработке хватательного навыка. Колючки помогут стимуляции нервных окончаний. Маракасы – музыкальная игрушка станет помощником в развитии чувства ритма, ощущения громкости и изучения направления движения. Пирамидка – складывание пирамидки, сортировка ее колец, развивает интеллект и мышление ребенка, развивает моторику рук, координацию движений и помогает в изучении цвета, размера и формы. У мамы и пап часто глаза разбегаются от обилия развивающих девайсов. Чтобы сэкономить огромное количество средств, времени и фантазии, можно обратиться в семейный детский центр «Клевер». Педагоги проведут разнообразные занятия для комплексного развития малыша, а родители без заморочек весело и познавательно проведут время со своим чадом. Наладить кормление ребенка грудью – важная задача первых дней материнства. Нет нужды доказывать, что это естественный способ питания новорожденного, и он для него и для мамы является наилучшим. Однако женщины часто сталкиваются с множеством проблем на начальном этапе. Их мы решили обсудить с консультантом по грудному вскармливанию и руководительницей семейного детского центра «Клевер» Варварой Додиной. Пожалуй, самое главное, что нам важно в грудном вскармливании – это настрой мамы и поддержка окружения. Мы знаем, что 98-99 женщин из 100 могут кормить грудью, и для них это может не составлять особенные проблемы. Иногда бывают некоторые сложности, но с этими сложностями можно справляться. И если мама настроена на то, чтобы решать проблемы, а не отказываться от ГВ при первых же капризах ребенка, и если ее близко ее поддерживают, то все будет здорово. Но первая главная ошибка – это то, что они опускают руки, если что-то не получается. Например, частая проблема, с которой он ко мне обращается – это больно кормить. И эта проблема решается, и достаточно быстро и легко. Очень редко, когда требуется много времени для этого. Есть вопросы, связанные с количеством молока. То есть, когда маму вместо того, чтобы объективно оценить нехватку молока для ребенка, оценить прибавку веса, прибавку роста, оценить объем диуреза, ну, то есть, сколько ребенок писает, маму просто дают ребенку смесь, ребенок успокаивается и думает, что ребенок голодный. Это тоже очень частая ошибка, которая приводит к преждевременному завершению грудного вскармливания. Еще частая проблема – это то, что некоторые мамы отказываются кормить ребенка грудью, когда сами заболевают. На самом деле, важно в этот момент продолжать прикладывать ребенка к груди, потому что вместе с молоком ребенок получает антитела к той болезни, которой болеет мама. И это помогает его защитить от вируса. Ну и вообще нужно помнить, что мама кормящая – это нормальный человек, она имеет право и болеть, и лечиться, и вообще вести такой практически тот же самый образ жизни, который она вела до этого, ну, с поправкой, естественно, на ребенка. То есть кормящая мама может и к косметологу ходить, и там принимать лекарства, проверив совместимость их с ГВ по справочнику, и загорать, и купаться, и заниматься спортом и так далее. И даже диету кормящей маме в большинстве случаев соблюдать не нужно. Здесь очень индивидуальная ситуация. Мы понимаем, что у ребенка может быть непереносимость абсолютно любого продукта. Например, если мама вообще ничего не ест, ест только гречку и индейку, у ребенка может быть непереносимость гречки или индейки. Мы никогда не можем угадать, на какой продукт будет реагировать ребенок. Мы же не можем исключить из рациона все и питаться одним святым духом. Нет. Это первый момент. Второй момент. Состав молока частично зависит от того, что мама ест. И если мама находится на жесткой диете и ограничивает себя, то состав молока беднеет. Ребенку не хватает питательных веществ. Это может провоцировать у ребенка дополнительный плач, колики и так далее. То есть когда колики у ребенка, имеет смысл не сокращать диету, а наоборот ее расширять, если мама ничего не ест. К тому же, когда ребенок получает вот эти вот части белков, вот продуктов, которые ест мама, он таким образом еще готовится к той пище, которую он будет получать с общего стола. И это снижает вероятность аллергии у ребенка в дальнейшем. Поэтому маме важно питаться хорошо. К тому же, когда мама хорошо кушает, она и себя хорошо чувствует. Здесь важно понимать, что колики – это на самом деле не живот. Сейчас на самом деле нет единой позиции по поводу того, что это такое. Есть мнение, что это младенческие мигрени, у них просто болит голова. Поджимают ножки они к животику просто потому, что они поджимают ножки. Есть мнение, что это скачок роста у ребенка. Он очень сильно перегружается с точки зрения сенсорики, и он просто устает и плачет вечером от усталости. То есть ни то, ни другое, ни третье к голоду вообще никакого отношения не имеет. Но вот почему я говорила про поддержку окружения. Когда мама находится вот с ребенком, она одна, и к ней начинают приходить там бабушки, дедушки, соседи. Они слышат, что ребенок плачет, наверное, он голодный. У старших поколений очень часто есть вот этот кризис, что они там недокормлены, в детстве были. Они думают, что вот сейчас младенцев тоже надо обязательно пичкать. Мама дает ребенку смесь. Ребенок из-за смеси может начать отказываться от груди. Ребенок меньше прикладывается к груди, у мамы становится меньше молока. И это такой замкнутый круг. То есть даже если мы даем смесь ребенку один-единственный раз, это увеличивает риск очень существенно того, что грудное вскармливание прекратится до полугода. Поэтому нет, смесь мы даем только в том случае, когда есть объективные показатели того, что ребенку мало молока. Это плохой набор веса, ребенок мало писает. И желательно после консультации с педиатром. ВОЗ рекомендует кормить до двух лет и далее по желанию матери ребенка. Соответственно, мама сама решает, сколько она готова уделить своего ресурса этому процессу. Вообще, дорогие мамы, я хочу сказать, что грудное вскармливание, если немножечко потрудиться на первом этапе, поработать над прикладыванием, над организацией грудного вскармливания, над поиском информации, получением поддержки, то этот процесс может быть достаточно легким и приятным. И он занимает гораздо меньше ресурсов, чем кормление ребенка смесью. Кормить грудью легко и приятно, если вы знаете, как это делать. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете мне написать ВКонтакте или в любой мессенджер. Я отвечаю на вопросы бесплатно, стараюсь делать это достаточно оперативно. Если вопрос очень сложный, то к вам надо, может, приехать консультант по грудному вскармливанию и со всем помочь. В Сарове есть не только я, есть и мои коллеги. Вы можете обращаться к любому, который вам понравится. Все родители мечтают, чтобы их дети выросли добрыми, умными и счастливыми людьми. На пути к заветной цели может помочь наша передача. С вами была Дарья Козина. До новых встреч и пусть родительство будет в радость! Субтитры подогнал «Симон»!